ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА Великий чайный путь может возродиться. В Китае прошел форум, посвященный сотрудничеству стран, находящихся на историческом торговом маршруте. В работе круглых столов приняли участие руководители 30 стран, в том числе президент России Владимир Путин. О том, как прошли встречи, расскажем в ближайшие 20 минут. В эфире телеканала «Айс» международная информационная программа «Середина земли». Здравствуйте, в студии работает Анна Радимова и вот главные темы выпуска. Сорок лет спустя в Читу на гастроли прибыла труппа Малого театра во главе с легендарным Юрием Соломиным. Мимимишка ходит по улицам Улан-Удэ, как косолапый оказался в столице и что ему угрожало. Международное призвание ансамбль из Улан-Удэ стал победителем мирового танцевального конкурса. Я удивилась, что мы победили, я не ожидала. Я думала, что мы станем лауреальными. Информационный обзор жизни соседних регионов продолжат наши коллеги из Забайкальского края. Подробности самых интересных событий региона расскажет Александр Романовский. Здравствуйте. Губернатор Забайкаля Наталья Жданова намерена проверить личное участие министров во всемирном дне высадки леса. Эта акция пройдет 19 и 20 мая. Расскажите, пожалуйста, где будут сажать деревья и кто именно будет считать членов правительства. Здравствуйте, Анна. Планируется силами представителей органов власти и общественности посадить 40 тысяч саженцев сосны на площади 15 гектаров. В Забайкаль выбрал участок в Верхнечетинском лесничестве и на заседании регионального правительства Наталья Жданова поручила исполняющему обязанности министра природных ресурсов региона Максиму Михайлюку доложить о личном участии министров, которые будут присутствовать на акции и к другим новостям. Встреча с малой родиной спустя почти 40 лет. В счету прибыла труппа малого театра под руководством Юрия Соломина. Позже он провел встречу с забайкальскими журналистами. Во время пресс-конференции актер рассказал о репертуаре театра, представил народного артиста России Василия Бочкарева, который в эти дни играет на сцене драм-театра для наших зрителей. И отметил, что несмотря на нечастые появления в прессе новостей о малом театре, спектакли и труппы неизменно собирают полные залы во всех городах. Пресс-конференция прошла в здании Краевого драм-театра. Актеров журналисты встретили аплодисментами. Юрий Соломин – наш земляк. Он родился в Чите 18 июня 1935 года. В 1957 после окончания училища он был принят в труппу малого театра. А теперь, спустя многие годы, 81-летний артист приехал на родину. Уже в качестве художественного руководителя этого знаменитого театра. У нас вообще работает очень много, наверное, 50% людей, которые проработали больше 50-40 лет. Приехали не дублеры. Здесь приехал первый состав. Народный артист России Василий Бочкарев рассказал, что является учеником Юрия Соломина. Сегодня в фильмографии Василия Ивановича десятки ролей в советском и российском кино. Актер знаком с зрителем, например, по фильму «Следствие ведут знатоки». Кроме того, голосом артиста в русском дубляже говорят персонажи голливудских фильмов. В репертуаре серия ленты о Гарри Поттере «Хоббит», а также мультфильм «Холодное сердце». Кстати, Василий Бочкарев родом из соседнего Приангарья. Я сам родился в Иркутске. И для меня этот край, Байкал, Забайкалье, Байкальский край, для меня он, ну вы сами знаете, что значит для каждого человека малая родина. Эти гастроли для меня, кроме встречи со зрителем, замечательными читинцами, еще имеют для меня личное значение. Юрий Соломин сообщил, что готов оказать помощь властям в поиске денег на реставрацию здания Министерства культуры региона. Раньше здесь находился роддом, где и появился на свет его родной брат, актер Виталий Соломин. Также от Василия Бочкарева прозвучало предложение организовать при нашем драмтеатре музей. Елена Михайлова в ответ на это сообщила, что здание драматического театра планируют ремонтировать. И стоит задуматься о том, чтобы включить в реконструкцию и проект создания музея. Мы рады видеть здесь, на родине, нашего любимого, дорогого, всевепочитаемого, обожаемого Юрия Портия Соломина. И мы надеемся, что наши граждане получат огромное удовольствие. Надеемся, что эти гастроли, они вторые, и мы надеемся, что они не пошли. Юрий Соломин в родной город не мог приехать без подарков. Он передал министру культуры региона Елене Михайловой альбом художников Третьяковской галереи. В свою очередь и министр не осталось без ответа. Актеру она вручила забайкальские сувениры ручной работы. Марина Герасимова, Сергей Рычков. Середина земли. Забайкальский край. На этом блок новостей Забайкальского края завершен. На связь с нами выходят коллеги из Бурятии. Юля, здравствуйте. Землетрясение произошло на севере Бурятии. Расскажите, где конкретно зафиксировано сейсмособытие и какова его магнитуда. Приветствую вас, Александр, и зрители Приангария. Действительно, предыдущая ночь для жителей Муйского района Бурятии выдалась неспокойной. Эпицентр землетрясения с магнитудой 3,7 баллов оказался всего в 50 километрах от ближайшего населенного пункта, поселка Янчукан. Как сообщает региональный МЧС, жертвы разрушений нет. Между тем, на месте все-таки работает группа спасателей. Стоит отметить, что север республики является сейсмоопасной зоной. И землетрясения там происходят регулярно. И к другим событиям. Медведи по улицам России действительно ходят. И медвежонок, появившийся в Улан-Удэ, тому подтверждение. Накануне его обнаружила полиция и сотрудники поисково-спасательной службы в столичном микрорайоне Машзавод. Как лесной зверь оказался в городе, что ему угрожало и как сложится дальше, судьба Косолапова расскажет наш корреспондент. Что-то опять залезет. Настоящего мимимишку полиция обнаружила у уроженца Средней Азии в микрорайоне Машзавод по улице Чайковского. Известно, что мужчина привез животное из Забайкальского края. Он привлек внимание соседей, когда разгуливал по улице из-за белого галстука или ошейника, а также черного окраса, возникло предположение, что это детеныш гималайского медведя. На черном рынке этот зверь высоко ценится из-за желчи, лап и шкуры. На счастье, медвежонка полиция вовремя изъяла его из частного домовладения. В данное время медвежонок находится в живом уголке этнографического музея. С зоологами установлено, что ему от двух до трех месяцев он охотно принимает пищу. На гималайского он похож лишь внешне из-за своего белого ошейника и черного окраса шерсти. В ближайшее время он будет направлен в Иркутск. Со слов сотрудников, живой уголок не может его вместить, и потому его дальнейшую судьбу предопределят иркутские коллеги. Вероятнее всего, в Забайкальском крае мать-медвежонка застрелили браконьеры. И там его приобрел житель Улан-Удэ, рассказал по телефону заведующим отделом музея. Он был там, на добыче этого кедрового ореха. Местные жители ему предложили купить его, и он купил у них. Он у них купил, но таким образом он незаконно получает его приобрел, он не имел права это делать. И, соответственно, сейчас, ну, как следователи говорят, скорее всего, будут на него возбуждать дело, на этого человека. Это уже седьмой медвежонок с начала года, привезенный в фотографический музей, и каждый раз их определяют по зоопаркам России. Все они жертвы браконьеров. Очередной триумф в Бурятии. Вернулись на родину юные танцоры коллектива «Байкал» и «Дель». Они взяли гран-при международного конкурса «Слияние культур», который проходил в Казани. Наталья Домбаева расскажет, как маленьких победителей встречали в Улан-Удэ. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. На второй пункте тренировать поликоезд номер 82, сообщение Москва, Улан-Удэ. Прямиком из Казани, шесть дней в дороге, несколько месяцев усердных тренировок, два дня соревнований, и вот, наконец, они дома. Победители – ансамбль «Байкал» и «Дель». Наши бурятские звездочки обошли порядка двух тысяч соперников со всего мира. «Слияние культур» – престижный международный фестиваль, на котором коллектив «Байкал» и «Дель» взял не только гран-при конкурса, но и призовые места в семи номинациях. Они танцевали душой, говорит худрук ансамбля. Наверное, это и принесло им победу. И когда объявили, что школа танца «Байкал» и «Дель», город Улан-Удэ, республика Бурятия, у всех были слезы. Мы на минут 30 плакали, жюри с нами плакал. И на круглом столе прямо отметили, что ребята восхитительные. Я удивилась, что мы победили, я не ожидала. Я думала, что мы станем лауреальными. Поздравить целый отряд победителей, а это около полусотни ребят из третьей лингвистической гимназии, пришел и сам директор. Это вообще очень шикарно, то, что наши дети на таком международном уровне получили такой результат. Но в то же время, конечно, их труд, огромный труд, труд детей, труд, конечно, руководителей. У юных танцоров из Бурятии есть три месяца, чтобы подготовиться к суперфиналу фестивального сезона, который пройдет осенью в Санкт-Петербурге. Наталья Домбаева, Сергей Петров, середина земли, Бурятия. И на этом у нас все. Мы передаем слово Приангарию. Анна. Информационный обзор соседних регионов на этом завершен. Далее мы расскажем новости ближайших стран. Во второй части выпуска середины земли смотрите. В Улан-Баторе открыт памятник у Большой Тройки, Сталину, Рузвельту и Черчиллю. Великий чайный путь. Китай нацелен на возрождение древнего торгового маршрута. Сначала мы объединили это инициативой города, через которые проходил чайный путь в Китае. Потом пригласили к участию Монголию и Россию. Ведь нет никакого смысла говорить о чайном пути без этих стран. Форум пояса и пути. При городе Пекина прошел круглый стол лидеров стран, участниц китайской инициативы. Более ста стран и международных организаций присоединились к инициативе «Пояс и путь». Запущено большое количество проектов, некоторые из них уже действующие. Международную часть выпуска середины земли начинает Монголия. В Улан-Баторе мы приветствуем Ухаму. Здравствуйте. Расскажите нам подробности самых интересных событий. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей программы Веркулской области. В этой минуте расскажем о самых заметных событиях Монголии. В студии Ухама и мы начинаем. В день победы в Улан-Баторе открыли памятник Большой Тройке Сталину, Черчиллю и Рузвельту. Этот монумент призван напоминать о Яльтинской конференции, ставшей важным историческим событием для монголского народа. Напомним, Яльтинская конференция союзных держав проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Главы СССР, США и Великобритания обсуждали установление послевоенного мирового порядка. В ходе этой встречи Большая Тройка впервые признала независимость Монгольской Народной Республики. Композиционный памятник повторяет знаменитую фотографию, сделанную по окончанию Яльтинской конференции 72 год назад. На ней лидеры трех стран сидят во дворе Ливадийского дворца. Монумент уже внесен в список культурного наследия столицы Монголии. Мы открыли этот памятник, чтобы оставить молодым поколениям правдивую историю о том, как ценно независимость страны, какие исторические трудности преодолело наше государство, прежде чем стало независимым. Уже сейчас можно сказать, что новый исторический памятник будет играть важную роль в просвещении молодежи, в том числе вопрос о значении Яльтинской конференции для страны. Саранды Сыгбат Болт, Середина Земли, Монголия. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Середина Земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Нихао, о каких событиях вы расскажете? Таяхо, здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях связанных с Китаем в студии Сянчжунань. В Пекине завершился первый форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь». Главным событием второго дня стал круглый стол лидеров стран, присоединившихся к китайской инициативе. Из международного конференц-центра на озере Янци наш следующий репортаж. Живописные берега озера Янци в пригороде Пекина не впервые радуют глаз высоких гостей. В 2014-м здесь проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Нынешняя встреча не менее представительна. В составе АТЭС 21 экономика. Круглый стол лидеров в рамках форума «Пояс и путь» собрал 29 глав государств и правительств. В числе гостей генсек ООН Антонио Гутерриш, президент Всемирного банка Джим Янким, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Председатель КНР не применил напомнить о высоком интересе к своей инициативе. Более ста стран и международных организаций присоединились к инициативе «Пояс и путь». Запущено большое количество проектов, некоторые из них уже действующие. Формируется связанная инфраструктурная сеть, развивается промышленная кооперация, улучшается стратегическая координация. Люди начинают чувствовать выгоду инициативы и становятся ближе друг к другу. Все это хорошая база для форума международного сотрудничества «Пояс и путь». Инициативу «Пояс и путь» Си Дзиньпин выдвинул в 2013 году. В ее составе два проекта – экономический пояс шелкового пути и морской шелковый путь 21 века. Первый охватывает большую часть евразийского континента, второй связывает южную часть Тихого океана с китайским побережьем, азиатским и североафриканским побережьем Индийского океана, европейским побережьем Средиземного моря. Масштаб и большое количество участников требуют большой работы по согласованию национальных интересов и стратегии развития. Надеюсь, наши дискуссии позволят добиться прогресса в следующих сферах. Во-первых, в поисках взаимовыгодного результата за счет большей открытости и кооперации, поскольку это лучший способ ответить на вызовы и стимулировать развитие. Во-вторых, в координации и согласовании стратегии развития. И в-третьих, в укреплении практического сотрудничества за счет конкретных проектов, чтобы полностью высвободить потенциал роста взаимосвязанности. По словам китайского лидера, странам, присоединившимся к инициативе, необходимо сосредоточиться на четырех основных направлениях. Это развитие инфраструктуры, создание экономических коридоров и зон промышленного сотрудничества, либерализация торговли и инвестиций, гуманитарное и культурное сотрудничество. Инфраструктурная составляющая – самая масштабная и затратная часть пояса и пути. Она предполагает строительство новых транспортных артерий, модернизацию портов, прокладку новых нефтегазопроводов, развитие электрических и телекоммуникационных сетей. О сотрудничестве Китая, Монголии и России, а также о возрождении Великого чайного пути, мы расскажем в следующем сюжете. По Великому чайному пути торговцы из Китая на протяжении почти трех веков возили ароматные чайные листья и другой товар в Евразию и Европу. Он начинался в горах Уишань на юго-востоке Китая, тянулся сквозь территории, на которых сейчас расположено 8 китайских провинций, пересекал границу в районе Ир-Лянь-Хото, проходил через пустыню Гоби, всю Монголию и Россию. Его длина превышала 13 тысяч километров. В марте 2013-го председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с лекцией в Московском государственном институте международных отношений, назвал «Великий чайный путь важной мировой артерии нового века». Примерно через полтора года на встрече лидеров Китая, Монголии и России Си Цзиньпин выступил с инициативой создания экономического коридора шелкового пути, что вызвало живой отклик у России и Монголии. С этого начались переговоры о стыковке китайской инициативы, Евразийского союза и монгольского проекта «Степной путь». На самом деле эти проекты вместе и образовывают то, что мы сейчас называем китайско-монгольско-российским экономическим коридором. Он охватывает именно те территории, по которым проходил «Великий чайный путь». В марте 2014-го года Общество продвижения китайской культуры создало сообщество «Чайного пути». Его главной целью стало продвижение культурного наследия стран, расположенных вдоль древнего торгового маршрута, развитие культурного и экономического взаимодействия на этом пространстве. В ноябре 2014-го года между Обществом продвижения китайской культуры, Монгольской организацией мира и дружбы и Российской ассоциацией международного сотрудничества было подписано соглашение о совместном развитии сообщества «Чайного пути». «Сначала мы объединили это инициативой города, через которые проходил «Чайный путь» в Китай, потом пригласили к участию Монголию и Россию, ведь нет никакого смысла говорить о «Чайном пути» без этих стран. Нам помогали посольства и консульства Китая в этих странах». В августе 2014-го года в Улан-Баторе при поддержке Китайского культурного центра сообщество провело фестиваль «Чайной культуры». В его рамках прошли выставки, семинары и молодежные встречи. Фестиваль стал первым в целом ряде подобных мероприятий на территории трех стран. На одном из них была достигнута договоренность о создании Туристического союза «Великого чайного пути». Очень большую роль в возрождении древнего торгового маршрута играют и встречи мэров городов Китая, Монголии и России под названием «Чайный путь и развитие городов». На встречах принимаются решения о проведении совместных мероприятий в культурной и гуманитарной областях. На них договариваются об организации бизнес-саммитов и обмениваются опытом в развитии городской инфраструктуры. Разрабатываются новые туристические маршруты. Он уверен, что этот механизм поможет укрепить взаимосвязи между тремя странами в различных областях и будет способствовать возрождению чайного пути как важной составляющей «Великого шелкового пути». Пятый саммит мэров городов пройдет в древнем городе Пиньяо в провинции Шанси 16 мая. Ну и на этом у меня все. Передаю слово коллегам из Иркутской области. Спасибо, коллеги. На этом наш выпуск завершен. О других заметных событиях соседей при Ангаре узнаете из следующих выпусков программы «Середина земли». В студии была Анна Родимова. До встречи в эфире. Дни строительной техники в компании «Восточная техника». 18 и 19 мая с 10 до 17 часов. Иркутск, улица Шерямова, 50 В. Телефон 550-541. Участников ждут подарки. Редактор субтитров А.Семкин